В Самарское время 0 часов 0 минут. В полночь на работу выходят дорожные ремонтные службы. Первым делом специалисты выбирают поврежденный участок дороги свыше 100 метров. Его восстановят по методу так называемых больших карт. На улице Енисейской около стадиона Металлург, как и положено по технологии, сняли 5 сантиметров старого асфальта, заменили колодцы и дождеприемные решетки. Высушенную и очищенную дорогу залили специальным клеем, и только потом каток прошелся по уложенному новому современному асфальтобетону. Сейчас у нас здесь находится гудранатор, комбинированная дорожная машина, соответственно, КДМ-ка со щеткой. Присутствует асфальтоукладчик, который непосредственно укладывает асфальт, и катки в количестве 3-4 единиц. В бригаде, вот у меня сейчас 7 человек, сейчас приедет бригада асфальтоукладки, человек 10-12. Новый асфальт с минеральными добавками закатывают 5-сантиметровым слоем. Гарантия качества 2 года. Если за это время дорога придет в негодность, подрядчик за свой счет еще раз отремонтирует ее. Постоянно осуществляется контроль качества выполняемых работ. Он происходит как визуально, так и с помощью специализированных приборов и с привлечением лаборатории. После завершения укладки, через 3 суток, отбираются отборы проб образцов асфальтобетона, по-другому керны называются. Они отводятся в лабораторию, где ее испытывают на водонасыщение и на уплотнение. Автомобильный транспорт опускается через сутки после завершения укладки. В настоящее время ремонтом большими картами также охвачены проспект Металлургов, улицы Строители и Путейская. Но проблему создают автолюбители. Они паркуют машину на ремонтируемой дороге. Поэтому, чтобы закатать асфальт, приходится искать владельцев через ГИБДД. Если водитель видит, что тут произведено фрезерование, просьба машины не ставить на территории, где была произведена фрезеровка. Потому что в любой момент тут может пойти укладка асфальтобетонной смеси. Кроме ремонта дорог большими картами, в этом сезоне их приведут в порядок. Также комплексно и малыми картами, в зависимости от повреждений. Сейчас более полутора десятков самарских улиц ремонтируют комплексно, причем не только в центральных районах. К ноябрю все работы завершатся, обещают дорожные организации. Сергей Кизоркин, Олег Зверев, Василий Колдашов. События.